В Ненецком округе стартовал всероссийский образовательный проект «Яндекс.Лицей». Как овладеть современными технологиями, какие возможности открываются для участников, сегодня рассказали на первом собрании для будущих кандидатов проекта. Александр Павесов, окончив только восьмой класс, уже знает, с чем свяжет свою дальнейшую деятельность. Программирование вызывает у него неподдельный интерес. Александр признается, как только узнал о Яндекс.Лицее, нераздумывая, решился пройти обучение. Мне рассказали про этот Яндекс.Лицей и сказали, что здесь учат в начальном программировании. И я всегда хотел попробовать как-то заняться. Если понравится, то уже дальше углубляться и связаться. Начинание Александра поддерживает его отец. Олег Павесов уверен, Яндекс.Лицей поможет его сыну в достижении поставленных целей. Это очень считаю, что очень хорошая возможность для школьников. Я поддерживаю его в этом и хорошо отношусь. Узнать азы программирования пришла и Устина Рочева. Школьница не сомневается, в современном мире не обойтись без знания базовых компьютерных программ. Сейчас в основном нужно в работе знание каких-то программ. И вот для этого хочется как-то узнать программирование, чтобы было проще работать потом. Яндекс.Лицей – всероссийский образовательный проект. В Наринмаре площадка проведения стал Ненецкий аграрно-экономический техникум. Юные умы будут осваивать современные технологии в теории и на практике. Ненецкий округ – это первый регион за полярным кругом, где школьники смогут пройти подобное обучение. Чтобы быть конкурентными в мире, нам нужны умные, образованные в плане цифровизации люди. Яндекс.Лицей предлагают бесплатно пройти двухгодичный курс. Это они и со собственными целями делают. То есть самых лучших они, конечно, возьмут себе на работу, будут заинтересовать. Но тем не менее, для остальных есть возможность, во-первых, повысить свою квалификацию, во-вторых, определиться с выбором профессии, ну и в-третьих, даже и получить, в конце концов, профессию, которая будет востребована долго. Уже в сентябре участники поделятся на группы, а в октябре начнется обучение. Занятия будут проходить два раза в неделю. Конкретное время для каждой группы будет выставлено индивидуально. Обучение происходит с преподавателем. Преподаватель дает теоретическую базу, дает задачи для тренировки и дается домашнее задание. Домашнее задание, где ученик сам уже пробует свои знания на основе задач. И что здесь следует отметить, то что сдает эти задачи он не преподавателю, и преподаватель оценивает их, а сдается это на площадке. Добавлю, площадка предоставляется Яндекс.Лицеем. Все участники будут уравнены и смогут просматривать свои ошибки в режиме онлайн. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».